Дорога, дорога, ты знаешь так много, а жизни такой непростой. Неизвестно об этой ли дороге пел российский исполнитель, но жизнь у жителей села Самоновка точно непростая. Передвигаться днём ещё можно, а вот в тёмное время суток из дома лучше не выходить. Состояние своей дороги жители оценивают одним словом. Плачевно. Не только вот сейчас не заехать, не проехать, ни откуда. Не с той, ни с другой стороны. Замучились всё лето. Сейчас дети приезжать, не знают, с какой стороны заехать. Нина Рыжкова живёт в этом посёлке более 50 лет. Вместе с остальными жителями поднимала сельское хозяйство, была бригадиром. Сейчас, считает бабушка, про них забыли. Они стали, никому не нужны. В селе нет ни магазина, ни рынка. А эта дорога вообще местная достопримечательность. Вон сейчас у нас против, вон где машина стоит, там вообще, не знаю, 6-7 скопилеров туда насыпали этого грунта и скрепера утонули, чуть вытащили. Машины спецслужб в деревню не заезжают. Предпочитают оставлять транспорт на окраине и идти пешком. Ну скоро-то как вот она. Вон, там он встанет, вон в конце. На носилках несут. Вот. Только так. Сюда она не приезжает. Как говорят местные жители, причина бездорожья в неправильном расположении поселка. Находится он в Низине. И после осадков дорога превращается в одно большое болото. В Шереметьском сельском поселении говорят о проблеме поселка, они знают. В селе Самоновка на улице Гагарина дорога действительно находится в не совсем удовлетворительном состоянии. На 2017 год запланируем, постараемся уже сделать дорогу в Самоновке и в остальных сельских и поселенных пунктах. Получается, мучить нашим героям в лучшем случае придется еще пару лет. Тем не менее, сельчане надеются, что власти района все же найдут возможность решить их проблему гораздо быстрее. Мы скоро вернемся, давай будем. Денис Макеев, Максим Галинзианов, Эфир 24. С понедельника по четверг в 23.30 на телеканале Эфир.